Здоровые поколения, будущие нации! Под таким девизом сегодня принимали участие в соревновании любители спорта. Организатор мероприятия Атроусский областной комитет общественным объединением Народная партия Казахстана. Какова основная цель спортивного мероприятия? Об этом в следующем видеоматериале. 7 апреля Всемирный день здоровья. К этой знаменательной дате представители партии начали проведение спортивного мероприятия еще с марта месяца. Соревнование по девяти видам спорта продолжилось и сегодня. Так школьники соревновались в беге. Как отметил представитель партии Ирбулат Дулит Казиев, самое главное, чтобы не только такие знаменательные дни, но и каждый день для своего здоровья мы могли заниматься спортом. Каждый день, начиная с пробежки, он обязательно три раза в неделю посещает тренажерный зал и закаливается. Сейчас, когда лечиться тяжело, искать способ не болеть, самое главное решение, говорит он. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Сегодня у нас Всемирный день здоровья проводит Атроусский област. По 8 видам у нас в марте в конце начался. Сейчас такое трудное время. Мы желаем, чтобы у детей всегда было здоровье, у взрослых было здоровье. Сейчас не то время, чтобы жить как раньше. Сейчас каждый должен сохранять свое здоровье и иметь это здоровье, чтобы в будущем они были здоровыми детьми и росли. Мы прекрасно знаем, что было в том году пандемия и в этом году мы в красной зоне находимся. Когда человек здоров, в здоровом теле здоровый дух говорит. И пускай эти дети у нас развиваются. У нас в данное время сейчас по 8 видам будут проходить соревнования, скоро будут и награждения, и победители будут. Это спорт сейчас. Самое главное, что мы думаем, чтобы спорт был для всех массовым спортом. Ученики один за другим шли к рубежу. Мы заметили, что есть участники не только городских, но и районных школ. Среди них мы увидели жителей Курмагазинского района Нуралья Бектимирова, который увлекается фигурным катанием. Интервью с ним было показано на нашем канале. Сегодня он пересек финишную беговую черту вторым. Спортом я занимаюсь с детства. Погода сегодня тоже замечательная. Я думаю, что каждый должен заниматься спортом. Затем участники прыгали на расстояние в 100 метров. По итогу мероприятия победители будут награждены грамотами и кубками. Стоит отметить, что для занятия спортом не имеет значения возраст. Так, в рамках сегодняшнего мероприятия, помимо конкурсантов, граждане пожилого возраста также занимались бегом, прыжками, заботились о своем здоровье. Стоит отметить, что в связи с тем, что область находится в красной зоне, данное мероприятие прошло в небольшом составе под открытым небом.